Привет! В этом ролике я буду делать необычный штатив. Приятного просмотра! Перед началом работы я все-таки решил сделать небольшой прототип штатива, чтобы понять принцип его работы. Закупил всю необходимую фурнитуру, колеса, а также сделал зубчатый шарнир, который будет, собственно, установлен во все узлы нашего штатива. Возможно, не особо понятно, а давайте лучше покажу. Итак, что он из себя представляет? Сразу скажу, что это, по сути, копия имеющегося в продаже забугорного штатива под названием вот таким вот. Я же буду делать, собственно, его фаналог, ну, естественно, из фанеры, из чего бы еще. В чем же преимущество данного штатива? Так, первое преимущество, он на колесиках. Все, что на колесиках, это, во-первых, круче. Если еще встроить сюда Bluetooth, это будет просто восхитительно, но пока что остановимся без него. Высота, на которую можно будет поднять камеру, достаточно выс... Ну, давайте так, она куда выше, чем на обычных фотоштативах. Если бы я продумал нижнюю часть куда лучше, то, возможно, данный штатив бы еще и складывался и был достаточно компактный. Но, к сожалению, я не успею продумать это, да и не особо это важно. У меня есть место, где это все хранить. Тем более, скорее всего, он будет постоянно в работе. Слово сказать, у штатива, который продается за багром, у него есть такая возможность, он практически полностью складывается в компактный прямоугольник. И главное преимущество данного штатива, его очень круто использовать для съемок сверху. Я здесь пункт терм обозначил, то есть, если здесь стол какой-то, если вы какой-нибудь футблогер, например, или вы работаете в мастерской, и вам нужно снимать, что вы делаете руками прямо сверху, его можно повернуть вертикально вниз, и, соответственно, вы будете снимать топовую, глянцевую, восхитительную, телевизионную картину. Чтобы это было еще максимально надежнее, я сделал вот такой вот зубчатый шарнир, который будет фиксироваться там в положении, в каком угле? По-моему, это угол где-то... Шаг угла получился в 22,5 градуса. Это, конечно, многовато, но, в принципе, мне этого достаточно. Идеально было бы, если бы, во-первых, шарнир был исполнен из алюминия, например, потому что мои из МДФ неизвестно, сколько протянут. И количество зубьев стоило бы, наверное, увеличить до 32. На этом все, я надеюсь, хоть как-то понятно объяснил. Сейчас мы переходим на ЧПУ и вырезаем раз-два-три-четыре, 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 раз-два-три-четыре комплекта шарниров. Четыре по четыре. Зубцы буду вырезать вот такой фрезой с углом 60 градусов. Не, брюшу, я поднятия не имею какой-то угол, слишком старая фреза. 35 минут, извините. Ну что ж, запускаем. Почему так долго 35 минут? Потому что я поставил плавное врезание. Из-за этого время увеличилось, скорее всего, на раз-два. Пока идет фрезеровка, расслаблю вас очередным закатом. Итак, 16 штучек напилено, и, как видите, сходятся они практически идеально. Но фишка в том, что в процессе обработки какие-то зубчики просто отламываются. И на самом деле это даже в плюс, потому что мне не нужна вся их высота. Потому как чем выше зубчики шарнира, тем мне нужно сильнее его развести, чтобы он начал проворачиваться. Поэтому сейчас я аккуратненько каждый из них приведу к одной высоте путем стирания наждачной бумаги. Какая-никакая, но нагрузка на эти зубцы будет приходиться. Поэтому я думаю, что стоит укрепить их эпоксидной смолой. День второй эпоксидка высохла, и, по сути, зубчатые шарниры готовы. Теперь можно перейти к скелету нашего штатива. Для этого я буду использовать 15-миллиметровую ламинированную фанеру. Чтобы его сделать максимально высоким, я выбрал сделать длину одного колена 650 миллиметров. Ламинированная фанера крайне опасна. Я уже три пальца порезал этой ламинацией, так что лучше сразу снять пасочку. А теперь немного по схеме соединения. Сборку я произвожу на вот такие велосипедные эксцентриковые винты. На них прикручиваются, зажимаются, точнее, колеса. В идеале, конечно, они должны сработать, но уже, честно говоря, побоиваюсь, что, скорее всего, не получится. Но какой получается пирог? На ламель я приклеиваю одну часть зубчатого шарнира, кладу две ламели на плоскости. На вторую также приклеена ответная часть шарнира. Я совмещаю их так, чтобы они были в замке и фиксирую нашу склейку вот таким активатором для цианокрилатного клея. Всё зафиксировалось. Между ними я также установил пружинку, она идёт в комплекте данного винта, для того, чтобы, когда я ослабляю зажим, он, соответственно, выходил из фиксации зубьев. Возможно, сложно объясняю, но надеюсь, вам всё будет понятно. Далее идёт вставка из обычных кругляшков, из той же фанеры. Три штуки я склеил уже. И сейчас также можно склеить их с вот этой ламелькой. И опускаем. И сразу же, я думаю, можно фиксировать. Есть. Фиксация произведена. С гладкой стороны я делаю небольшие засверления, чтобы клею было хоть за что-то цепляться. Фиксация. Далее пружинка между шарнирами. Ослабляем шарнир. И оно работает. Да. Где-то немножко заедает, но я думаю, можно как-то это отрегулировать. Фигаси 90 градусов. Вот такая ситуация. Для того, чтобы сделать свой новый навороченный штатив, нужно разобрать старый. Точнее, от него мне понадобилась его голова. Фишка в том, что она практически идеально вписывается в наши узлы. То есть, диаметр наших зубчатых шарниров практически такой же, как и у этого штатива. Вниз я вклеиваю бочонок. Сначала также на циан-акрилат. А потом просверлю отверстие для шурупов. В самом верхнем узле, где будет камера, я не стал добавлять шарниры, потому как камера не такая тяжелая, и без них должно все держаться. Добавляю бочонок. А у меня не хватает. Тестовое название «Скорпион». Ну и, наверное, одно из самых основных применений для данного штатива – это вот такая вот съемка сверху. Для примера, вот с боковой камеры покажем, как это выглядит. Я понимаю, что по сравнению с обычными зрителями блогеров среди вас не так много, но если уж вы один из них, то, мне кажется, такой штатив в вашем арсенале, ну, не знаю, мне кажется, должен быть, как минимум. Понимаю, что это не для каждого самоделка, но справедливости ради, такой штатив действительно не так легко приобрести, даже там за большие деньги. Поэтому, раз уж есть такая возможность изготовить его, почему бы и нет. Сразу о минусах. Да, он шатается, ну, соответственно, когда он остановится, то все нормально. Но и покупной такой же штатив забугорный, он также имеет и люфт, и такое же шатание, если там толкнуть камеру. Так что, ну, наверное, такого не избежать. Блин, я вот действительно это удобно, потому что я сейчас смотрю в камеру и могу управлять, несмотря на сами инструменты. То есть, для съемки, блин, это действительно круто. Ну и плюс, с помощью такого штатива можно снимать какие-нибудь крутые кадры. Сейчас попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а на этом все. И если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Небольшой прототип данного штатива. Штоби, 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 штоби. Сейчас, наберись. Здесь много всего интересного. Ох, зря. Все, надо выключать. Субтитры создавал DimaTorzok